Борьба на паркете в первой игре первенства Нижегородской области по волейболу была нешуточной. Соперниками выступили женские команды Сарфаты и Вознесенская. Саровчанки проиграли гостям 0-2. Следующими на площадку вышли Княгинина и прошлые финалисты первенства Арзамас. Столкновение тоже не обошлось без эмоций. Сначала Арзамас в первой партии уступал своей позиции. Но спортсменки волю к победе не потеряли. Собрали волю в кулак и догнали Княгинина. После в напряженной схватке Арзамас и вовсе разгромил противника с итоговым счетом 2-0. Вначале мы немного проигрывали, потом собрались и одержали победу. Как соперницы были? Хорошие соперницы. Сильные, упорные. Ну, видимо, не хватило опыта немного. У девушек очень сложная подача. Были некоторые моменты, где мы не справлялись с ней. По мнению команды Княгинина, несмотря на поражение, они сыграли достойно. Честно боролись за каждый мяч. А для победы девушкам немного не хватило собранности. Но в будущем у Княгинина еще есть шанс взять реванш. Каждый проигрыш – это понятное дело. Как-то ты переживаешь, расстраиваешься. Но я знаю, что у нас есть еще один шанс. У нас будет еще одна игра с Арзамасом. И, в принципе, мы вполне можем взять реванш. Арзамас – это достаточно сильная, сплоченная команда. У них хороший связующий. И он координирует всю игру. И поэтому они так слаженно и хорошо играют. На подходе Княгинина ждал следующий соперник – команда из Вознесенского. С ними волейболистки уже встречались на паркете в прошлых играх и одержали победу. Первая партия была за Вознесенским районом. Но в итоге Княгинина вырвали победу со счетом 2-1. Очередной тур первенства Нижегородской области по волейболу среди женских и мужских команд первой лиги прошло в Сарове впервые за долгие годы в спорткомплексе «Рфятсмнеев». В город приехали гости – три женских команды из Арзамаса, Вознесенского, Княгинина и одна мужская команда из Сергача. Наряду со взрослыми командами честь Сарова отстаивали студенты с РФТИ. Тур проводится одним днем. Сезон по первой лиге начинается в октябре и проходит вплоть до конца апреля. То есть это длительное мероприятие, в течение которого являются сильнейшие команды как у мужчин, так и у женщин. Надеюсь, что в нашем городе когда-то появится флоп. И мы не будем переносить соревнования областные на площадки «Рфятсмнеев», потому что у нас появится своя площадка городская. Вот это очень важно для развития волейбола. Благодарственными письмами за помощь в продвижении спорта и волейбола в Сарове наградили организаторов мероприятия. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.